Безопасность, которую необходимо соблюдать на территории, которая заминирована, это идти шаг в шаг за специалистом, у которого в руках металлоискатель. По дороге вдоль поля крадемся саперами МЧС. Под селом приветная украинская армия, когда отступала, зарыла десятки смертоносных сюрпризов. Вот вам, пожалуйста, чтобы видно было. Вот одна стоит. Вон, вторая, еще. Ну и дальше по направлению пока еще не знаем. Дальше не проходили. Наше счастье, что взрыватель скручивается. Ну все, осталось теперь ее сдернуть. Извлекать из земли противотанковую мину даже без взрывателя опасно. Часто под нее кладут взведенную гранату. Поэтому специалисты цепляют кошку за корпус мины и, укрывшись за холмом, дергают. Выжидаем 15 секунд. Время возможного взрыва. И идем разминировать дальше. Одна мина взорвалась на этом узком участке дороги, примерно на отрезке 50 метров. Саперы обнаружили уже больше 10 противотанковых мин. Накануне эту дорогу уже пытались обезвредить, но после того, как здесь подорвался гражданский автомобиль, разминирование отложили. Вот это вот все, что осталось от бронежилета. Это груда металла. Все, что осталось от уазика. Внутри в момент взрыва находился водитель. Он чудом остался жив. Сюрпризы нас ожидают на каждом углу. При каждом... Ну вот в данном случае мы осуществляли обследование линии электропередач высоковольтные, 110 кВт. Водитель находился как раз нас здесь ожидал. Вот. И получился подрыв автомобиля. Эти мины могут сработать также на мирные машины, на жигули, на джипы, на нивы, на тракторы. Здесь же поля вокруг. Скоро начинается пассивная. Как бы вероятность подрыва мирного оселения. Ну это мы едем по полям Краснодарского района. А это вот видите справа. Подарки от нашей украинской армии. Подарки, не разрывавшиеся снаряды урагана. Взрыли гектары полей, рассказывает министр сельского хозяйства Луганской Народной Республики Юрий Рощупкин. Во время осенней уборки урожая и подготовки почвы к весенней посевной на минах подорвались 12 комбайнов и 10 единиц другой сельскохозяйственной техники. Сегодня люди рискуют жизнью, чтобы посеять пшеницу и ячмень. Видите, что даже не хотя бы по дороге, а то в стороне от дороги, даже посреди полей нам. Водитель? Водитель, слава богу, остался чудом жив. Вот когда во время взрыва разорвалось все, его выбросило сюда лобовое стекло. И вот из лобового стекла попал поджатку. Вон еще одежда его лежит. Минами и снарядами усеяно более 30 тысяч гектаров подородных земель Луганской Республики. Вся надежда на саперов. Однако людей и спецоборудования не хватает. На складах посевной уже приготовлены тонны семян. Их привезли с гуманитарной помощью из России вместе с необходимыми удаврениями, которых в республике сейчас нет. Эта проблема при помощи наших братьев решается. Сегодня помяочная селитра пошла. Средства защиты растений есть. Здесь его находится в этой партии 60 тонн. У нас еще таких складов не один. Практически для весеннего села мы обеспечены семенами. Плодородные земли ЛНР уже начали обрабатывать. В полях провели подкормку озимой пшеницы и посеяли более тысячи тонн геревого ичменя.